Прекрасно! Прошла ровно неделя, а значит у меня появилась свежая порция новостей, которую вам необходимо узнать. Сбербанк проводит ребрендинг на фоне иностранных санкций, Украина забирает активы компании Роснефть стоимостью почти 50 миллионов рублей, и наши любимые, прекрасные посылочки с Алиэкспресса больше не смогут попадать в Россию. Да, это все еще прекрасная, стабильная программа фейкам нет, и давайте разберем все, что я только что сказал, по полочкам. Зарядка на айфон, зарядка на андроид, зарядка на зарядку, зарядка с подсветкой, подсветка с зарядкой, в общем вся та мелочь и чушь, которую мы любили заказать на Алиэкспресс, больше нам недоступны. Посылки с Алиэкспресс могут застрять в Китае из-за санкций. Поднебесные отказались принимать рейсы авиакомпании Авиастар 2 на американских самолетах Боинг. Никаких нам посылочек, зарядок и подсветок. И вот этот тип фейков один из самых опасных, с которым я работаю и о которых я вам рассказываю, потому что он состоит из небольшой частички правды, которую обернули в огромное одеяло лжи. Если вдруг вы пойдете проверять информацию в интернет, то часть из нее может подтвердиться, и вы ошибочно будете доверять всему фейку целиком. Правда этой новости заключается в том, что Китай действительно отказался принимать всего 5 самолетов компании Авиастар.ту, потому что у них двойная регистрация. И после этого пошел процесс снятия с учета его с Бермудских островов, чтобы потом без проблем можно было и дальше приземляться на аэродромах Китая. А неправда заключается в том, что в заголовке нас пугают информацией о полном отсутствии посылок с Алиэкспресса. Больше никогда их в России не будет, никто из них из вас не получит. И в социальных сетях примерно так же это все и продвигается. То есть это огромная ложь, которая основана на правде. С таким же успехом можно было сказать. Все, самолеты, значит, Авиастар.ру мы не принимаем. Вы будете доставлять на голубях, на дракунах и на розовых фламинго с единорогами. Извините, но вот так вот получилось. Смотрите, в моем бредовом сравнении, которое было только что, и в том, что у нас на скриншоте фейка, одинаковое количество правды. Самолеты компании Авиастар.ру не будут приземляться в Китае. А дальше можно домыслить что угодно, и это не несет никакой информационной ценности. Это просто бред или то есть фейк. Поэтому еще раз, качественно проверяйте информацию. И тогда вы не попадете на удочки вот таких вот создателей фейков и не потратите свое время впустую. Не знаю как вы, я очень люблю, когда что-нибудь обновляется. Операционная система на телефоне, линейка автомобилей у моего любимого производителя. Или, например, один из наших российских банков. Бел Сбер станет Сбол. Главный банк для населения России начинает процедуру нового ребрендинга на фоне иностранных санкций и сообщения о проблемах с его доходами. И вот здесь я должен сразу остановиться, потому что хочу повторить мысль, которую часто говорю в этой программе. Если в названии фейка или в содержании упоминается крупная российская компания, отправляйтесь на сайт этой российской компании и проверяйте информацию там. Не тратьте время на прочтение какого-то скриншота. Сразу в официальный подтвержденный источник. Так же и здесь. Если мы отправимся на официальный сайт Сбербанка или в их телеграм-канал, мы увидим. Информация о ребрендинге не соответствует действительности. Ничего такого не планируется, Сбер не станет с Болом и никакой другой аббревиатуры никто не придумывал. Это информация и скриншоты к ней появились в одном из телеграм-каналов, где указано, что «Информация из секретных документов, по секретным источникам у нас есть информатор, который занимает не последнее место в компании Сбербанк. Вот нам все это рассказали из первых уст». Мы вам их не покажем, но вы нам поверьте на слово. И вот именно эти люди из Сбербанка говорят, что у компании снижаются доходы. Они хотят вернуться на мировой рынок, вернуть свои приложения в онлайн-магазины и для этого проводят ребрендинг. И любой человек, который прочитает статью, увидит скриншот или сообщение в телеграме, может поверить в то, что у Сбербанка действительно плохи дела и подумать. «А если у Сбербанка плохи дела? Он один из главных банков страны. Что же будет с другими банками? Что будет с моей зарплатой? Что будет с моим стабильным завтра?» И такие доверчивые люди действительно существуют, поэтому если вы знаете такого человека, покажите им нашу программу «Фейкомнет», чтобы они знали, откуда можно взять правдивую информацию без долгих попыток найти или перепроверить источник. Рад стараться. У меня, кстати, за этим плечом плакат, старый советский плакат, где сказано, что распространителей панических слухов поймаем и уничтожим. Дело в том, что к этому моменту в этом году уже выявлено нами 11 миллионов фейков о России, о специальной военной операции, вообще обо всех нас. В социальных сетях, в западных СМИ. Их действительно огромное количество и огромные деньги тратятся на их распространение. Более того, те средства массовой информации, которые борются с этим, ну, например, канал «Санкт-Петербург», страдают от кибератак. И сегодня, именно сегодня, пытались вывести из строя сайт телеканала «Санкт-Петербург». Повредили нам плеер для прямого эфира, для прямых трансляций. Пытались, в принципе, как-то хакнуть, да, «дидос-атака» так называемая. То есть бьют по самым авторитетным СМИ, которые говорят правду, распространяют реальную проверенную информацию. Поэтому прогноз мой, он честный и невеселый. Меньше фейков не будет. Они просто хуже становятся, менее качественные, если можно так сказать. Абсолютный тяп-ляп, абсолютная ахинея. Последний пример, который мне очень нравится приводить. Омбудсмен, да, уполномоченная по правам человека на Украине, рассказывает, на полном серьезе опубликует это все, что пленным солдатам ВСУ в россияне вкалывают какой-то препарат, после которого те встают на колени, начинают каяться, петь гимн России и так далее, и так далее. И это, вот вам, пожалуйста, вот эти люди, как называется, как она могла с таким служить в очистке, как говорилось в культовом фильме. Поэтому качество снижается, распространяет откровенный бред по принципу, ну вот пусть будет больше, 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 больше лжи. Ну, мы это опровергаем легко, просто объемы большие, и плюс против нас ведется настоящая кибервойна. А в остальном все будет хорошо, победа будет за нами, потому что правда на нашей стороне. Российские компании, а вернее активы российских компаний, которые находятся на территории Украины, находятся под угрозой, ведь эти самые активы могут забрать. Именно так уже сделали и сделали с компанией Роснефть. 20 миллионов гривен энергокомпаний из группы Роснефть арестованы. Полученные доходы этой компании перенаправляли на территорию России для финансирования боевых действий против Украины. Лицензия остановлена, компанию национализируют. И вот если бы у меня не было привычки проверять информацию, и я получил бы скриншот где-то в Одноклассниках или в новостной ленте, я бы сильно расстроился, потому что я как человек не хочу знать, что у моей страны что-то забирают, у моей страны что-то не получается, что-то не работает, а здесь 50 миллионов рублей, тюх, улетели за территорию России навсегда. Тема фейка выбирается по классической схеме. Находим большую российскую компанию, проблемы у которой скажутся на всех россиянах, ну или как минимум мы заочно понимаем, что возможно это будет плохо для всех нас, а не только для какой-то там заоблачной компании. Потом придумывается ситуация, в которой оказалась эта компания, и выпускается это все в социальные сети, в Телеграм, в Одноклассники, на любые онлайн-сайты, в общем, в интернет. И вот все старания, все усилия людей, которые создавали этот фейк, разбиваются и отправляются коту под хвост в тот момент, когда мы с вами отправляемся на сайт компании Роснефть, где указано, что компания Роснефть когда-то владела сетью заправок, но потом ее передали иностранному лицу, и лишь иностранному лицу поставляли топливо. Поэтому если возникнут какие-то проблемы у иностранного лица, то топливо туда поставлять просто не будут, и найдут новый рынок сбыта. Но наши активы, то есть компании Роснефть, никак не пострадают. Там нечего забирать, потому что там нет ничего. А если же у вас кто-то из друзей, знакомых поверил в эту новость, опять же, покажите им программу «Фейкам нет» или скажите, как пользоваться Гуглом, Яндексом, Рамблером или чем-нибудь еще другим, чтобы проверять информацию, которую получаешь. Картинка, сообщения в социальных сетях, любая смска не является правдой до тех пор, пока вы не проверили эту информацию. Это была программа «Фейкам нет». Раз в неделю я собираю порцию опасной, лживой или интересной информации и разбираюсь, кто, как и зачем ее создает, чтобы вы не были обмануты. И в конце по традиции два совета. Проверяйте информацию, которую вы получаете и думайте, это бесплатно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok